Да, можно вопрос, давайте. У меня вопрос по поводу поста. У меня у Сына крёстный священник получается, и когда я сказала, что не кушаю мясо, ну я только начинаю, как говорится, учусь, решила начать воздерживаться от мяса и сладкого на время поста. И он меня отругал. Типа, ребёнка маленького, ребёнку годика лишаешь продуктов. Вот, ты хотела спросить, ну я кормлю, получается, ещё ребёнка, как правильно мне держать пост? Ну для вас понятно как. Вы ни мясного, ни молочного. В своё время, если когда рыба разрешён, у нас тут есть материал о посте. Вы спросите, тут подадут его вам. И так исполняет это большой устав, которым жила вся Русь. А ребёнок, что, как от груди отсаженный, так и вместе постится? Ну, нет, он пока на грудном вскармливании ещё пока. Ну, значит, молочное добавляйте, что там положено для ребёнка, если не болен. А мясной ему, вот есть же детское питание специальное, мясной ему это можно или всё-таки лучше во время поста не давать такого? И ребёнку-то можно. Ребёнку можно. Ну, ребёнку какой, ну, допустим, год-два? Ему год, один год и два месяца. Ну, до двух лет хотя бы, я не могу сказать, какой ребёнок, если здоровый, крепкий, он даже не заметит, что... Ну да, здорово, Бог Богу. Вы приучайте, молитесь, это всё скажется вам. Давайте с молитвой, сидите рядом, чтобы ребёнок ощущал эту теплоту. И он будет знать, разная пища. Ему говорит, ты маленький, тебе разрешается. А вот как будешь больше, ты больше будешь угождать Господу. Ты не будешь кушать, что не нужно. Церковь, любящая мать, она усыновила, надо прислушиваться. Спасибо большое, спаси Христос. У нас в семье было, в семье было нас 10 ребятишек, 5 мальчиков, 5 девочек. И никогда пост не нарушали, и ни одного ребёнка больного нету. Спаси Христос. Слава Христу. Илья, у вас что там дома-то, как? Получше стало, нет? Да, всё. Всё наложу, Слава Христу. Получше стало? Да, да, Игнать. Вы меня-то оповещайте, потому что я, как говорится, на руках вас стараюсь нести. Ну всё тогда, Слава Христу. Чего слышно, прерывайте. Игнатий Тихонович, Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, Игнатий Тихонович. Вопросов после нет, я отойду. Можно один маленький вопрос? Давай. Игнатий Тихонович, вот скажите про ёлку вопрос. Просто меня спрашивают, и я не могу объяснить, вот почему ёлку нельзя ставить? Ну, или вообще, или это можно ставить, нельзя, или это такой нейтральный какой-то обычай. Как людям объяснять? Не надо объяснять, не надо объяснять, не надо, она не нужна, это язычество. И всё кончилось. Если вам нужна ёлку, так запарьте её, чтобы петь эту воду, чтобы сынги не было. Ну, понятно, люди говорят, вот это праздник. Ну, не надо смотреть, что скажут. Праздничное настроение, как на это отвечать? Елена, я не говорю, не надо это. Ну, я поняла. Даже никогда не говорите, они говорят, ну и пусть говорят, вы там не ходите с ними вместе. Язычник что-то говорит, это пискомара. А как с ними не ходить вместе, если все вокруг наряжают? Ну, пускай наряжают. Миллионы деревьев погубили, выбросят, а потом жгут их. Язычники дурные. Ну, так сейчас пластиковые ставят. Так, всё, ладно. Ладно, хорошо, я поняла. То есть, это не важно, ничего не говорить. Кто хочет, тот ставит. Кто не хочет, тот не ставит. Я никого не переубежит. Так, всё, вопросов нету с Богом. Когда мы живем, AMY. Чем-то строит.